Анатолий Иванов, директор по разработке Properer Ads. Анатолий, привет! Передаю тебе слово. Ура! Привет-привет, Игорь! Рад всех видеть. Ну что, коллеги, давайте с места в карьер, давайте зажигать, давайте начинать нашу трансляцию. Поехали! Итак, сегодня я расскажу глазами бизнеса про то, как произошла agile трансформация продуктовой IT-компании. Вы знаете, пока готовился этот доклад, пока происходили всем известные события, уже можно сказать, что прошло не 3, а 4 года, и это прекрасно, потому что сегодня мы поговорим на более длинном горизонте, а что же дает agile трансформация. Но прежде чем начнем, я примерно половину своего доклада посвящу дисклеймерам, чтобы погрузить вас в контекст. Это действительно важно. Первая часть, она про то, кто обычно про agile трансформацию рассказывает. Ну, как вы понимаете, обычно про это рассказывают консультанты, про это могут рассказывать люди, которые работают непосредственно в командах или руководители этих команд. И здесь есть момент, я сразу предупрежу, я ничего плохого не имею против этих коллег, я их глубоко уважаю, но понятно, что их карьера очень сильно зависит от того, насколько их репутация складывается на рынке. И для них вот эти изменения красной нитью связаны с карьерным развитием. Я же сегодня немножечко постараюсь посмотреть на эту ситуацию под другим углом, потому что для меня agile – это один из инструментов. Инструмент, естественно, в очень широком смысле этого слова, потому что я буду рассказывать сегодня глазами бизнеса. Ну, пару слов про меня, кто я, собственно, такой. Игорь меня уже представил, директор по разработке. Меня нанимает бизнес, меня нанимают фаундеры, акционеры, владельцы компании или генеральные директора для того, чтобы я выводил тот самый бизнес на соответствие рынку, на высокий уровень эффективности и все такое. И опять же, я готов сегодня честно рассказывать про такую трансформацию для того, чтобы вы понимали и плюсы, которые это могут привнести, и сопоставляли, насколько вам это может быть важно, и те минусы, риски, подводные камни, которые связаны с такими очень серьезными фундаментальными изменениями вашей компании. Пару слов. Следующий дисклеймер, пару слов про нашу компанию, чтобы вы понимали, о каком масштабе мы будем говорить. Пропеллер – одна из самых крупных, один из самых крупных продуктовых нетворков, продуктовая сеть, рекламная сеть в мире. Действительно, одна из самых крупных. Вы можете это судить по объемам. Мы тут недавно себя сравнивали по объемам трафика с Facebook. У нас, конечно, поменьше, но не сильно, что удивительно. И в сутки мы показываем примерно 6-7 миллиардов, осуществляем показов рекламы. То есть можете себе представить, сопоставить с населением земного шара. Это реально довольно много. Но что самое важное, мы работаем на очень быстро меняющемся рынке. За что я обожаю тех, что этот рынок, который за неделю, за месяц может измениться до неузнаваемости. И, собственно, очень серьезные изменения, фундаментально, я бы сказал, происходили в 2016 году, когда мы всю эту историю и затеяли. И, собственно, в компании я работаю тоже с 2016 года. Меня наняло руководство компании. Что там происходило? С одной стороны, у нас сверху есть очень крупные регуляторы, которые, по сути, определяют то, как этот рынок будет работать, какую интернет-рекламу пользователи будут смотреть, что будет попадать им в поисковую выдачу и так далее. В том числе корпорация Добра. И они с помощью Community for Better Ads и так далее, они определяют, что и как пользователи могут смотреть, что они смотреть не могут. И это очень сильно трансформирует нашу индустрию и нас самих. И нам надо было меняться очень быстро. А мы уже не могли в тех масштабах, в которых мы были, 350 человек компании, меняться так быстро. С другой стороны, появлялись заточенные стартапы, которые брали крупных рекламодателей. Мы рекламный нетворк. У нас с одной стороны владельцы площадок, с другой стороны рекламодатели, которые платят деньги. И они под них делали их собственное продвижение. И мы теряли нишу за нишей, мы теряли долю за долей. И сказать, что ситуация была плохая, ну, в общем-то, не сказать ничего. Объемы упали в несколько раз, при том, что операционные расходы остались на том же уровне, не надо понимать. Мы делали, да, новый продукт, который открывал для нас нишу арбитражников, которые сами могли настраивать рекламные кампании через кабинет. Но этот продукт делался уже несколько лет и не мог выпуститься на рынок. Прям вот такой классический ватерфольный режим. В общем, дальше история была в том, что раз мы делаем долго, наверное, надо микроменеджить и контролировать эффективность, ну, прям вот каждый день. Этот микроменеджмент, конечно, не нравится инженерам, синьер-инженерам уж тем более. И текучка очень сильно возросла. И более того, да, вот такая страшная вещь, когда мы делаем, делаем, мы что-то верим, выпускаем, тоже проходит довольно много времени по каким-то фичам. К сожалению, это не происходило быстро на тот момент, да, могло делаться по полгода. И после полугода работы большого количества людей мы понимаем, что это вообще не то, что нужно нашим клиентам. Ужасные вещи, да. И здесь я призываю, когда я начну рассказывать про трансформацию дальше, сопоставить это, спроецировать на свою компанию и подумать, а какие сложности глазами бизнеса есть у вас или сейчас, или были. Смоделировать эту ситуацию, чтобы примерить вот эти изменения на себя. На мой взгляд, это самая большая ценность, которую я могу вам доставить этим докладом. Ну, у нас история была такая, нам кардинально нужно было что-то менять. И, собственно, что менять, да, опять же, давайте посмотрим глазами бизнеса. Если вы маркет-лидер, уже занимаете наибольшую долю рынка в вашем сегменте, как действовать? Можно, и это очень хороший вариант, делать так называемый M&A, слияние и поглощение. А можно менять культуру. Вообще говоря, слияние и поглощение – это хороший вариант. И на рынке много таких крупных компаний, лидеров индустрии. Например, Autodesk, да, которая делает, ну, потрясающая система проектирования, но у них, собственно, появляется довольно много конкурентов, и как только они поднимаются на уровень радаров, становятся заметными, в том числе, да, руководству Autodesk, эти компании просто-напросто Autodesk скупают. И это хорошая стратегия. Но в нашем случае акционеры были против расходов капитальных инвестиций, да, это требует, естественно, высоких капитальных затрат на покупку компаний. Понятно, что там есть разные схемы покупки, но, тем не менее, это довольно дорого, да, единомоментно тем более. И поэтому мы этот вариант не рассматривали, нам нужно было делать что-то другое. Это что-то другое, тот вариант, который мы выбрали, нам нужно было фундаментально менять принципы и подходы к управлению компанией. Ну, собственно, менять культуру. И здесь есть несколько вещей, да. Ну, во-первых, как известно, культура съедает любую стратегию на завтрак. Поэтому я считаю, что это действительно очень-очень важная история. И поэтому мы стали рассматривать, а как нам поменять компанию таким образом, чтобы мы стали инновационной компанией, да. И сейчас это такой базворд, но за этим мы понимали фундаментальные, кардинальные изменения компании. Так, чтобы мы внимательно слышали наших клиентов и брали идеи в сотрудничестве с ними. И при этом внедряли какие-то новые вещи первыми, сохраняя за собой пальму лидерства. Ну, и, конечно, создать такое место для работы, где сотрудникам, всем без исключения, да, и самым топовым, там, и новичкам, которые приходят в компанию, они чувствовали себя хорошо, у них вообще не было желания, у них было желание, да, сотрудничать с этой компанией всерьез и надолго, развиваться именно в нашей компании, в пропеллере. Ну, и, собственно, вот эту историю кардинальную мы и начали рассматривать. И, как вы прекрасно понимаете, что это все, собственно, про agile трансформацию. Но, опять же, я расскажу про эти шаги именно глазами бизнеса. Как бизнес запускал agile трансформацию, понимая, что мы прошли точку невозврата, мы должны кардинально поменяться, да, и мы должны кардинально поменяться за счет изменения уже текущей компании, а не приобретения тех самых стартапов. Вы, конечно, можете сказать, Толь, это все прекрасно, это замечательно, понятно, там ты глазами бизнеса расскажешь, но это все очередная ошибка выжившего. Сейчас будет история про успешный успех, там, твоей компании, где ты работаешь и все такое. Я отвечу предельно честно. И да, и нет. То есть я определенно не отношусь, почему да, да, не отношусь к категории людей, которых дельфин унес в бездну морскую, да, и после этого я уже не могу рассказать, что дельфины плохие и все такое, да. То есть да, действительно, мы выжили. С другой стороны, я честно поговорю об аварийных посадках на брюхо, о каких-то критических случаях, чтобы вы понимали, что в этой ситуации можно и не выжить. То есть эти изменения, они очень кардинальны. Окей? И я прям вот ставил себе цель честно поговорить о том масштабе изменений, о тех последствиях, которые могут произойти, и каким терпением надо запасаться. Ну, вперед, погнали в изменения. Изменения номер один. Микрокоманды. Это то, с чего я вообще рекомендую делать любое изменение в agile трансформации, в изменении культуры, в создании так называемых инновационных, конкурентоспособных компаний. Нарезать на микрокоманды, да, нарезать ваш бизнес на микрокоманды, которые наделены полномочиями. Вообще говоря, здесь меня очень поразила история, когда я общался с Ахметом Ситке. Это директор бизнеса Agility University, по совместительству один из руководителей Riot Games. И он рассказал потрясающую историю, она действительно вот прям до глубины души, когда один из самых сложных технологических проектов в мире, он был реализован в 2019 году, но до сих пор считается одним из самых сложных, когда на открытии киберолимпийских игр они вывели виртуальную группу на реальный стадион и при всем при этом восхитили своих клиентов и порвали просто все топ-чарты в сегменте K-pop. Это была группа, и она была виртуальная, но она вышла на стадион, исполнила песню на открытии. И что мне здесь поразило? Что команда, которая сделала этот сложнейший проект технологический, с точки зрения маркетинга и всего остального, всех ее участников вы можете видеть на этом слайде сейчас. То есть это реально маленькая команда. Но здесь не вопрос, и по сути, если вы посмотрите, как реализуются какие-то крупные задачи и фичи, там ядро, оно реально довольно маленькое. Но здесь основная история, она не про размер команды, а про то, как вы эту команду организуете. И вот что мы сделали. У нас было два департамента, которые занимались внутренней и, скажем так, внешней разработкой. И они, как пул ресурсов, проектные менеджеры как-то брали людей, набирали под задачу, ввели диаграммы Ганта. Мы сейчас там про процессы здесь будем чуть меньше, потому что я глазами бизнеса на это смотрю. Нам важно было быстро продвигаться. И, собственно, эти команды наделены были абсолютными полномочиями. И вот это кардинальное изменение, фундаментальное, принимать любые решения по тем задачам, которые они делают. Команда Riot Games там, она могла принимать любые решения. В нашем случае мы пришли к этому изменению раньше. Понятно, бизнес другой, тут сравнивать не будем, но сам факт. Смотрите, мы разрешили командам любые изменения на продакшн внедрять самостоятельно, не консультируясь с кем бы ты ни был, со мной, с инжиниринг-менеджерами, например, с каким-то форумом техническим и так далее. То же самое с архитектурными решениями. То есть не надо было ждать аппрувов и каких-то проектов от CTO, это могло принимать сама команда. Команда могла усиливать себя при необходимости, если она понимала, что текущими ресурсами ей не справиться. Но это все еще была небольшая команда. Что в этой ситуации менеджмент? Менеджмент не исчезает. Менеджмент начинает помогать. Он создает условия для команд, меняя вот эти базовые принципы и процессы работы и работая в формате servant leadership, задавая вопрос, а как мы можем помочь нашим командам стать еще более эффективными? Этот шаг я рекомендую делать через внешних экспертов-консультантов. Это очень важный момент, потому что если вы задумаете вот такую кардинальную трансформацию нарезать на маленькие команды, наделив их полномочиями, сделать самостоятельно, вас, скорее всего, уволят. И моего предшественника в компании, я честно об этом готов сказать, уволили, потому что этот эксперимент изначально не получился. Дальше эту трансформацию запускали наши внешние партнеры. Здесь на конференции Gile Days вы можете найти много коллег из разных компаний, которые намного более опытные в подобных трансформациях, просто потому что они больше их делали. Я рекомендую пользоваться их услугами. Но это будет только стартовая точка. Первые два-три дня, когда вы перераспределите команды и соберете, по сути, фичи команды из тех команд, которые раньше были компонентны, по экспертизам, по своим каким-то зонам компетенций, гильдиям и так далее. Дальше очень важно запастись терпением, потому что люди начнут факапить. Они начнут совершать ошибки. Это реально очень сложно, когда команда наделена полномочиями, и при этом два-три раза вы подождете и скажете, ну не, 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 там, Scrum или какая-то другая там фреймворк, что-то еще не работает, они ошибаются. Вот раньше было лучше, когда наш менеджер там все контролировал, лично проверял. Здесь действительно требуется много терпения. И без инженерных практик, это еще один важный момент, это практически невозможно сделать, потому что без автоматизированного CI, CD ошибок будет слишком много, вас захлестнет, да, и с этого нужно начинать, выстраивать эти практики в первую очередь. Дальше, когда работа идет в ручном режиме, бизнес напрямую дает указания разработчикам, бизнес начинает искренне верить, что вам функция там QEF, да, какие-то еще не нужны, потому что хорошие разработчики, конечно же, не совершают ошибок. Ну вы понимаете, да, что я сейчас утрировал. Безусловно, когда вы создаете команды, несущие ответственность, надо им помочь запустить и функцию, да, контроля качества, и функцию того, чтобы, а как обеспечить качество наших продуктов. И это в том числе выделенная QE, которая под другим углом из другого майнсета смотрит на то, как реализуются задачи, да, и перепроверяет все, и так далее, и так далее. Все репозитории были открыты на всех. Еще одно важнейшее изменение, потому что до этого это было не так, и чтобы внести изменения в какую-то другую часть проекта, если мой функционал эпик, фича это захватывало, я должен был идти, там что-то согласовывать, и прощайте еще несколько месяцев жизни, да. И мы разрешили принимать решение о том, кто делает фичу, просто вот во всех зонах ответственности, если это аффектит какой-то другой соседний продукт, которого вне другая команда. Я, как участник моей команды, которая делает фичу, все еще могу вносить туда изменения и деплоить этот функционал на продакшн, не дожидаясь, да. И это очень радикальное изменение, я сейчас предупрежу, да, к чему это может привести. И когда я рассказывал эту историю моим коллегам в команде, я говорю, слушайте, а что там важного было, вспомните, да, вот именно вы, как участники, пообщался с ветеранами компании, скажем так, они сказали, слушай, еще очень важная история произошла, что у нас были десктопы, и мы не могли ходить друг к другу, прям садиться и работать. Мы заменили наши компьютеры, наши десктопы, несмотря на то, что они мощнее, там и удобнее во многом и так далее, на ноутбуке. И это поменяло примерно вот эту историю. Смотрите, фотография, да, фотография того, как работает команда. Это не стоковая, это реальная фотография одной из наших команд, и они работают в катонном режиме, где в этой команде есть фронтендер, бэкендер, девопс, продукт-оунер и авто-кьюей. И они все вместе в таком режиме садятся и работают. И это потрясающе, да, то есть понятно, что они здесь сели в переговорки, как-то совсем концентрировано прохакатонить, но они также работают в open space, сидя рядом, да, сейчас они прекрасно работают в зуме на удаленке. Сам факт, да, что это повышает мобильность. Когда вернетесь в офис, да, это может быть очень важно. Что в итоге? У нас уволилось 40% людей. Это не чистая статистика, я сразу скажу, потому что у нас до этого тоже была довольно высокая текучка, как вы помните, да, из предыстории. И понятно, что были многие другие факторы. Сам рынок труда, да, его активность, можно сравнить рыночную историю с зарплатами и так далее, и так далее. Но это очень высокая текучка. И она действительно усилилась, и она была совсем высокой в тот момент, когда мы делали трансформацию. Но многие могут не выдержать этой текучки и сказать, нет-нет-нет, это слишком, мы туда не пойдем. И здесь вопрос, насколько ваша боль и вот необходимость изменений уже сильны. Готовы ли вы пойти в эту историю и потерять треть своих людей, да, может быть, даже чуть больше. То есть здесь я вас просто призываю к тому, чтобы быть к этому готовыми. Даже рассказав, что такое скрам, а мы внедряли скрам, да, хотя и мой доклад не про это. Мы применили новый фреймворк, да, мы начали вот этот таймбоксинг, доставка ценностей каждой итерации, конечно, и так далее. Но к этому оказалось готово, вот прям идеологически на уровне ценностей скрама это приняла только одна из команд изначально. И остальные команды, да, у них были элементы карго-культа, действительно было сложно прививать, то есть понадобилось взращивать джайл-коуча внутри и так далее. Это была очень тяжелая трансформация. И тоже это важный момент понимать, что даже после такого сильного запуска команды рискуют свалиться и в итальянскую забастовку, и в какой-то карго-культ. Будьте к этому готовыми, но важно поддерживать эти процессы и дальше. Сейчас у нас уже не 8, а 12 команд. Мы сильно, кстати, с точки зрения команд не растем. Это, несмотря на рост бизнеса, там одно из моих гордостей, что так получается. Но в этих 12 командах до сих пор часть продукт-оунеров, которая выросла из технического бэкграунда, работают по старинке, работают как тим-лиды, пытаются раздавать задачи. Эту историю до сих пор не очень просто поменять. Хотя прошло 4 года. Это тоже важно понимать. Эта трансформация может занять еще больше времени. Следующее изменение. Прямая коммуникация. Мы создали команды, но как они общаются и взаимодействуют между собой по крупным задачам? Коммуникаций в компании довольно много. Мы продуктовый бизнес. У нас нет просто прямой коммуникации с каким-то из внутренних заказчиков. Надо постоянно добывать откуда-то информацию. И важно было поменять то, как эта информация добывается. Поэтому история номер один. Мы убрали коммуникацию через руководителей. Важный момент. Больше не надо было опрувить с непосредственным руководителем то, что надо сделать. Могу ли я это сделать? Могу ли я взять вот эту вводную за основу? Или вот это надо скорректировать? Человек, который делал задачу, напрямую шел и выяснял всю необходимую информацию. И иерархическая структура согласования, что пока там, например, маркетинговый руководитель не согласует какую-то историю, я не могу договориться с непосредственно человеком, который за эту маркетинговую историю отвечает для этой фичи. Мы тоже это убрали. И опять же, полномочия после получения этой информации оставались на уровне самой команды. Не надо было все время консультироваться и ждать, и создавать зависимости. Как вы понимаете, это про убирание зависимости. То есть мы отправили запросы напрямую к экспертам. Когда люди приходили, слушают, а можно ли я это сделаю? Говорю, никаких проблем, просто иди напрямую к этому человеку. То есть начали ножками ходить друг к другу или там штаб-квартира, мы международный бизнес. У нас на Кипре находится. Слак, любой другой канал коммуникации тебе в помощь, вперед, вытаскивай информацию, принимай решения. То есть мы стали это поощрять. Но это невозможно, если в самой команде у вас система иерархическая. То есть мы внутри команды сделали плоскую структуру. Изначально были PM-ы, от них пришлось отказываться. Были тем лиды, которые стремились контролировать все детали по исполнению задачи. Мы это убрали. То есть каждый человек, который берет задачу, несет финальную ответственность. И убрали роль тех лидов, которые несут технологическую ответственность. И я вам так скажу, абсолютно тоже честно и открыто, это адовый хаос. То есть то, что получилось, получилось очень жестко. Когда это менеджмент и когда там можно статусы спрашивать, решения принимать, это понятная всем история. Когда команды сами наделены такими полномочиями, возникает вот эта сетевая модель, возникает очень большой хаос. То есть количество инцидентов поначалу увеличилось так сильно, что если бы не поддержка руководства, если бы не пройти вот эту зону такую прям очень турбулентную, и если бы руководство не могло принимать удар на себя, я, мой руководитель, который тоже принимал много ударов на себя, мы бы через это не прошли. То есть это опять же мы бы через месяц откатились назад по старинке, а пусть там Петя, Вася, кто-то еще, да, там из наших лидеров, вот они вроде как нормально там принимали решение, вот пусть они дальше решение принимают. Но постепенно ситуация поменялась. И теперь команды сами понимают, что в рамках девопс-культуры это их продукт, это их финальная ответственность нести за него качество и в том числе реагировать в ситуации инцидентов. Следующая история, да. Команды начали напрямую общаться внутри. А почему бы не сделать так, чтобы они начали общаться напрямую с нашими клиентами? И мы начали продвигать эту историю. И здесь очень часто мне приводит пример, что, ну, не всегда же есть конечные клиенты. У нас, кстати, у большинства команд из 12 конечных клиентов, конечных пользователей как таковых нет. И никаких проблем. Общаться с клиентом и чувствовать его можно путем сбора статистики и аналитики, общение с продуктовыми аналитиками и анализа статистики, да. Или, либо же, если есть конечные пользователи, то с ними всегда можно пообщаться. Это категорически приветствуется. Через вот этот майнсет, а как мы можем восхитить клиентов? Как мы можем сделать им какую-то вау-функциональность, да. Потому что есть это желание, есть этот драйв, всегда вот есть такое стремление к совершенству. Чтобы лучше понимать бизнес, инженерам важно отправлять на бизнесовые конференции, чтобы они там участвовали, чтобы они погружались, понимали то, как работает бизнес, о чем бизнес разговаривает. Ну, благо, да, там, я надеюсь, мы когда-то вернемся в офлайн и лично пересечемся, кстати, на следующей конференции Gile Days. Но история про то, что в рекламном бизнесе конференции бизнесовые, это прямо очень много фана, да, там это классные такие истории, особенно автопати, поэтому инженеры с удовольствием туда ходят, ну, и, кстати, я в том числе часто очень участвую в бизнесовых конференциях, вместе прямо с моими командами мы ходим и общаемся с клиентами напрямую. Как это внедрять? Через скрам-мастеров. У нас скрам-мастер, это не выделенная роль, это шарина, то есть это дополнительная роль. Очень важно, чтобы скрам-мастера понимали, как они могут это привнести в команду. И мы начали их учить, да, мы начали их учить тому, как можно создавать бизионерство различное, да, то есть можно создавать бизнес-модел, кэнбас, value proposition, то есть видение и стратегию продукта вырабатывать через призму самой команды, а не только продукт. У нас есть продукт-онор, он принес задачу, мы ее делаем, да. Все остальное, это вот, ну, за что мы отвечаем, ну, может быть, немножко техническая история. И дальше мы еще попробовали, естественно, юзер-сторием мэппинг и кастомер-джерни-мэп, и мы это обкатали на наших клиентах. Вот тут такая прекрасная фотография, реальная сессия. Год назад позвали наших клиентов вместе с участниками команды, просто погенерили, как проходит рабочий день. Ну, в общем, классический, да, юзер-сторием мэп, но все-таки вкраплением элементов кастомер-джерни-мэп. Выявили боли клиентов, какие-то, да, там, потребности, несправедливости, и после этого оттуда целый год занимались улучшениями, доводя наш продукт для этих клиентов до совершенства. Это была потрясающая история. Вот, но это изменение, важно понимать, что оно занимает очень-очень много времени. То есть это минимум два года, а может быть даже и три. Но изменение того стоит. Когда команды сами генерируют требования, они ждут их все время сверху, от пользователей, понимая их запросы реально, и понимая, что роль продукт-оунера, да, это финальное решение по приоритету в бэклоге, там, по коммуникации, да, наш мостик, коммуникации с пользователями, ну, мы все можем общаться с пользователями, мы все можем находиться в контакте. Это другой уровень вовлеченности вообще команды, да. Это классная история. Следующая история, если мы так работаем, то почему бы не сделать так, чтобы сами команды начали генерировать инновации? Потому что, если инновации генерируются только на уровне, там, какого-то специального департамента или, там, SEO-компании, генерального директора, кого-то еще, да, там, визионера, там, продуктового, то это тоже определенная точка отказа. Нам очень хотелось, чтобы вся команда стала в таком режиме работать, который генерирует инновации, иначе в нашей сфере мы довольно быстро потеряем пальму лидерства, даже если, там, руководитель визионер, и он генерирует очень интересные задачи. И, ну, для этого надо создать мероприятие, которое эту историю поддерживает. Выявлять такие инновации и делать так, чтобы они не затухали в операционке. Что для этого сделать? Очевидно, провести хакатоны. Важный момент. Если вы проводите хакатон, ну, хакатон можно проводить всегда и в любой момент времени, но вот важная принципиальная разница. Если вы проводите хакатон просто так, да, то, скорее всего, люди притащат какие-то истории из серии «давайте автоматизируем, там, не знаю, заказ еды в офис, да, или какую-то историю, там, связанную с удаленкой», то есть какие-то внутренние тулы. А если вы вовлекли команды в бизнес, и вот последний хакатон, у нас скоро будет следующий, но последний, который прошел, семь из восьми идей были бизнесовые. То есть как сделать так, чтобы нашим клиентам стало лучше? Вот это индикатор того, что команды действительно вовлечены в бизнес, понимают, что им нужно, и на хакатонах просто могут опробовать, запустить какой-то прототип. И у нас есть возможность участвовать в стратегических сессиях. Тоже очень важный момент. Ребята могут по желанию подключаться к стратсессиям. У нас это фасилитационные сессии, где мы вырабатываем какие-то новые точки роста, кросс, да, там, функционально, всей компанией, по сути, и там можно участвовать. И вот это реальная тоже фотография, где один из наших разработчиков участвовал на стратсессии на Кипре и предложил идею, после хакатона презентовал идею прототипа, которая выродилась в новый бизнес, который сейчас успешно запускается и раскручивается. Ну, то есть это очень круто, и это был инженер, да, это был не какой-то специально обученный, там, оунер или продуктовый лидер. Про это, про направление бизнеса, которое было придумано разработчиками, я сказал, и что важно, да, количество продуктовых задач, бизнесовых задач теперь не меньше, чем технологических. То есть не меньше, чем, а давайте перепишем там какой-то устаревший фреймворк на новый или что-то еще, что тоже классно. Ну, просто вот количество этих идей мне нравится, когда много бизнесовых. Вот. Но коммерческий блок не поменялся. То есть коммерческий блок до сих пор смотрит на эту историю с опаской, что это такое, да, там какая-то прямая коммуникация, как же мы. И здесь я закладываю на это изменения лет пять, у нас прошло только четыре, поэтому это еще впереди. И самая спорная тема, пятая из пяти крупных, о которой я сегодня хотел рассказать, это постоянное изменение состава команды, да. И то, что мы меняемся под реалии рынка, меняем постоянно состав команды, и это действительно возникает вау, ну это как-то похоже на какую-то жесть, да. Но опять же, у нас рынок меняется настолько быстро, и мы не можем все время добавлять новые команды, нанимать людей под апробацию новых технологий. Мы вынуждены постоянно меняться. И мы создали такую культуру, этот тренд я первый раз услышал год назад, который называется Dynamic Retimming, который начал, собственно, вот, да, который начал менять эту структуру самое редкое раз в квартал, а, как правило, еще и чаще. Для того, чтобы это произошло, команды необходимо вовлечь в планирование изменений, чтобы они понимали, почему компании важно поменяться, почему мы вот это направление снижаем, приоритет, вот этому даем больший. Мы помогаем командам, модели Servant Leadership, я и мои коллеги, линейные менеджеры из руководства, и финальное решение, да, мы оставили на себе, то есть здесь нет розовых пони на уровне руководства, да, есть команды в плоской структуре, но финальное решение здесь на руководстве, какие ребалансировки делать. Вот это одна из встреч, где мы обсуждаем такие ребалансировки, и, конечно, вначале это вызвало огромное сопротивление. Мы только сработались, прошли фазу шторминга, да, прошел квартал, и тут нас снова меняют. Но, опять же, у нас нет шанса не меняться, иначе мы запоздаем за рынком, не попробуем какой-то новый формат, что-то не запустим, и потеряем пальму лидерства. Мы должны постоянно адаптироваться и меняться. И за счет вот этого постоянного изменения за последний год, а это изменение последнего года, четвертого уже получается, мы фазу шторминга проходим намного быстрее. И самое главное, что мы прошли, да, что в таких изменениях мы не теряем ответственность за продукт. Команды продолжают нести ответственность. В итоге, к чему мы пришли? Рост. Самое главное для бизнеса, да, и для акционеров, это то, что рост продолжается. За последние четыре года, минимум на 40% в год, мы растем очень быстро, главный индикатор. Новые рекламные форматы наша компания запускала первыми на рынке. Другие компании копируют с нас идеи в наших нишах, в наших рыночных сегментах. Вот, но правда, да, как здесь и написано, вот копировать-то не копировать, но мы следующий уже запускаем в этот момент. Кризис последний текущего года, да, там, связанный, опять же, с известными событиями коронавируса, мы прошли без просадки. Вот, но самое главное, что новые идеи генерирует теперь вся компания, весь продуктовый блок предлагает новые идеи. И вот здесь важный момент с культурой, да, можно там перехантить любых людей в компании, да, там, наверное, но нельзя скопировать культуру. И вот ту культуру создания инновации, которую мы создали, четырехлетний наш путь, его нельзя скопировать. Ну и напоследок буквально пару слов скажу, поменялись ли я и мои коллеги. IT-менеджмент. Да, безусловно, потому что мы перешли на зеленый уровень по спиральной динамике, эту часть мы можем пообсуждать уже кулуарно, да, вот, и сам формат работы, он изменился до неузнаваемости. То есть вот эта модель Servant Leadership, она как раз здесь появилась. Ну, оставили матричную систему управления, за развитие отвечают линейные менеджеры и так далее. Другие департаменты нет, пока не поменялись. Это, наверное, не критично, но хотелось бы поменять компанию целиком. Но финансы, административные, коммерческие блоки пока работают по старинке, в оранжевой модели, да, по спиральной динамике, когда есть лидер, который тащит всех остальных за собой своей экспертизой. Но я сам поменялся. Я понимаю, что если это не монополия, не дотационная компания, то невозможно работать без agile mindset. Абсолютно никак. Я действительно не представляю, как не вовлекая команды в сам бизнес, то есть пусть они просто делают эффективно задачи, которые мы им принесем. Так это уже, по крайней мере, в продуктовых IT-компаниях, увы, не работает. Это не только для того, чтобы сотрудникам нравилось работать, да, и это, конечно, очень важно, чтобы ребятам нравилось работать. Это для того, чтобы компания процветала. Коллеги, спасибо огромное. Очень рад был сегодня рассказать вам, поделиться опытом. Но осталось ли у нас время на вопросы, Игорь? Анатолий, у нас есть буквально время на один вопросик, и я тебе давай его зачитаю. Оксана спрашивает, а в чем проблема с тем лидами? Можешь рассказать поподробнее. Буквально в двух минутках попробуй ответить. Угу, прям в двух минутках. Дело в том, что на эту тему мой шеф, который, в принципе, да, отвечает за всю продуктовую историю в компании, он делал отдельный часовой доклад. Если мы пересечемся сейчас в ФЕ, то я могу порекомендовать посмотреть. Проблема в том, что тем лид — это роль сказочного единорога. Да, это человек, которого ожидается, что он и технический такой отец родной, и он и на себя там берет какой-то удар, и все вместе на свете. Хотя это просто самый талантливый технарь, которого внезапно нагрузили кучей каких-то дополнительных функций, от которых он, скорее всего, страдает. Потому что менеджмент — это, в общем, после технарства довольно такая история, где ты довольно много страдаешь, надо признаться, да. И вот это изменение, оно делает всех несчастными. Оно создает точки отказа, к сожалению. Потому что в плоской структуре каждый, по сути, сам является лидером. Я беру задачу, я несу за нее ответственность. Я не хожу к моему тимлиду, чтобы взять задачу, проконтролировать результат. У меня убирается боттлнек. Ну и много чего еще попутного. Вот, про это можем уже подискутировать в кулуарах. Дальше, потому что меня будет уже не остановить. Оксан, спасибо за вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!